Они знают где покупать. Сеть комиссионных магазинов Титан для всех и каждых. Два человека получили травмы в результате ДТП на улице Советской в Нововятске. Там водитель автомобиля такси врезался в березу. Подробности этого и других дорожных происшествий в рубрике обзор аварий. 20 мая в 3 часа 40 минут на авиатском районе произошло ДТП с участием одного автомобиля. По предварительным данным у дома 39 по улице Советской 53-летний водитель Ниссана Альмера выехал за пределы дороги и врезался в дерево. Машина буквально обняла березу. От удара травмы получили двое. Водитель у него предварительно сломана рука и пассажир ему досталась гораздо сильнее. Обоих пострадавших увезли в травмбольницу. Что стало причиной аварии пока неизвестно. Итоги экспертизы водителя такси станут известны позднее. А вот у виновника ДТП в Амутнинском районе алкогольное опьянение уже установлено. По предварительным данным авария произошла 20 мая в 4.36 утра на 777-м километре дороги Кострома-Шарья-Киров-Пельмь. 37-летний водитель четверки не справился с управлением. Машина врезалась во встречный самосвал Мерседес. Шофер грузовика в порядке, чего не скажешь о лихаче на классике. Мужчину с серьезными травмами госпитализировали. Теперь ему еще и отвечать за пьяное вождение без прав. А это административный арест от 10 до 15 суток. Своего рода более жесткий режим самоизоляции. Очередной пьяный летчик устроил в прямом смысле громкое ДТП в Кировочепецке. Авария произошла в среду вечером на проспекте России. 41-летний отчаянный ездок в пьяном угаре не справился с управлением и со звоном врезался в опору лэб. От удара стоп покосился примерно на 40 градусов. Не исключено, что 40 градусов было и в самом лихаче. Мужчина получил травмы, бедолаги оперативно оказали медицинскую помощь. А после этого сотрудники ДПС оформили его за пьяные покатушки. На этот раз гонщику грозит наказание стандартное. Штраф 30 тысяч рублей и лишение прав на полтора года. Михаил Вагин, Сергей Пичугин. Место происшествия. Вагин, Сергей Пичугин.